I have ways of blowing things off. Мертвая девочка и всякое такое. Посмотрим, что да как. Я немножечко пройдусь назад. Вы знаете, что частенько в играх прячут разные пасхалочки, разные прикольчики, секретики. У меня контрол не работает. Видимо, сейчас не время для чувственности. Да, здесь ничего, к сожалению, нет. То есть камера уезжает, но разработчики нам здесь ничего не приготовили. Пока что я остаюсь с тем же самым мнением, что очень мало интерактивных предметов, к сожалению. Хотелось бы большего. Знаете, ребят, как-то... Когда же это было? Давно это было. Играл я в игрушку, называется Life is Strange. Сама игрушка мне, честно говоря, не очень понравилась. Именно с сюжетной точки зрения. Кто играл, тот поймет, что Хлоя была бесячим персонажем. Ее хотелось всегда убить, но игра заключалась в том, что ее нельзя убивать. Ну, стой! Я думал, это осмотреть. Ладно, осмотреть это, видимо, на мышь. Если они подписаны, что ты сейчас сделаешь, что-то немножко жаль. Так вот, возвращаясь к Life is Strange. Игрушка получилась не очень-то, именно с сюжетной точки зрения, но именно с геймплейной точки зрения. Там было очень много вещей, на которые можно было нажать, посмотреть. Я думаю, что не было. Что это? Привет! Томас? Я никого не видел, если что. Может, я подслеповатая лошадь, но я никого не видел. Фоточка. Ааа, да вращайся ты! Привет из Нивы! Тебе бы это точно понравилось. Тут замечательная комната отдыха для детей. Бесплатные уроки рисования. Очень много семей. И самая гостиница просто огромная. Никогда такого не видел. Жаль, что ты далеко. Скучаю. Вот как я на подписываю. Ха-ха-ха. А что если... Так, вот сюда Q. Один. Два. А, это мои предметы. Это мои заметки. Это фотография. Фотография Джека у нас есть. Ну, это которую мы с вами проявили. Проявили. Так, хорошо. Все. Все. Спасибо. Вот видите, на огромнейшее такое пространство. Здесь куча всякой интересной информации могла быть. Могли быть буклетики. Могли быть какие-то еще тут вещи чьи-то старые лежат. Вот здесь можно было бы посмотреть. Вот тут можно было бы посмотреть. Ничего. То есть можно просто заглянуть в окошко и можно было стырить старую открыточку. На такой огромной локации у тебя полтора действия буквально. Блин. Контрол я не могу... Мне что-то контрол... Стой, это же контрол был. Вроде как контролом оно нажималось, это чувство. Оно не задействуется. А вот на карту эту нельзя посмотреть, например. Я бы посмотрел. А, во, на карту можно. Хорошо. То есть это логично. И все. Я ждал каких-то подробностей, наверное. Да. Жаль. Надписи. А, ворота подергать можно. Это понятно. Мне нужно найти другую сторону. И на другой мы уже с вами нашли. Тут все с этим нормально. Лезь. Кто влезть, кто по грибы. Опа. Как мы будем лезть обратно? Да пофит. Нас такие мелочи не интересуют. Я не знаю, что я буду делать лучше, чем это. Пройдите вглубь дома отдыха. Ну, как бы... Ну, вглубь территории, вы имеете в виду. Дом отдыха. Это же, как бы, санаторий. Не знаю, что много людей знают о Ниве. Мало кто знал о Ниве. Раньше это был дом отдыха для партийной верхушки. Но один день просто... Стоп. Но один день просто закрылся. Городская легенда о резине в доме отдыха. Детали разнились в зависимости от рассказчика. Свихнувшийся персонал. Древние проклятия. Обычный набор. Так. Ну, тут у нас обычная карта, но наехать я все равно не могу. Ниве Резорт Лендскейп Парк. Ну, там. Где мы? То есть, просто карта ради карты. Так, разрешили нам побегать, что тоже хорошо. Давайте в машине что-то интересное было. Давайте. Это, по-моему, стоит ли 124-й? Нет, 124-й Фиат, может быть. Это какой-то Фиат, мне кажется, но... Жаль, машина не интерактивна у нас. А я бы порылся в ней. Бегаю зигзагами, пытаюсь хоть что-то увидеть, усмотреть. Дорога тут у нас просто заканчивается, да? Хопа! В трубу загляни, ежиков увидишь. А я еще что заметил. Возможно, опять же, это дело во мне или... Так и есть, но я не увидел никаких коллектаблс. Ууу, кладбище круто. То есть, мы можем туда, мы можем туда. Нет! Вернись! Не надо! Олениха, блин, вернись, нам на кладбище надо. Кинь мячик, не твой. А, все, до свидания. Я же сказал, не твой мячик. Дайте мне обратное управление. Спасибо. Ну, я вижу, что они идут туда. Я понял, что мне туда. Все, до свидания. Мне сюда еще нужно сходить. Наконец-то они вернули интуицию. Женская интуиция, знаете ли. Хм. Что это такое такое? Такая прихватная кладбище. Хм! Что тут за памятник? Интересно. Такие ракурсы камеры отвратные. О, какой ужас. А, какой ужас. Какие же люди смотрят иногда. Никто не удивляет, что история нас ничему не учит. Да, дайте я почитаю. В память о жертвах Второй войны. 39-45. Сыновьям и дочерям Родины. Здесь покоятся павшие могилы, которых стала вся земля. Так, ладно. Я неужели когда-то увидел правильные даты? Потому что, к сожалению, во многих странах, в частности, и в нашей тоже, но у нас начали потихонечку избавляться от этого. Датой войны считается 41-45. Хотя дата войны 39-45. Было бы неплохо, чтобы это еще и в учебниках писали. Хорошо. Тут мы посмотрели. Поворачивать я тут ничего не могу. А, и тут тоже ничего не могу поворачивать. Понятно. В общем, у нас мемориал Второй войны. Интуиция у нас действует на очень ограниченном пространстве. Да. Я посмотрю. Может быть, я к следующей серии переставлю клавиши, потому что Ctrl на интуицию нажимать не очень удобно. Да и к тому же, рефлекторная память говорит о том, что Ctrl это садиться. У нас пока что вообще, в принципе, нет такой темы, как садиться. Получается, все забито под два пальца. Ну, я имею ввиду, бегать под мизинец и под безымянный, садиться под мизинец и ходить. Все вот так вот. А с этой стороны клавиатура пустая. То есть E, F, C, R. Эти все кнопки отсутствуют. На эти кнопки можно было бы сделать действие, например. Ну, не в смысле действия перелезть, а в смысле действия посмотреть и все. Но это почему-то забинтили на мышку. Хотя мышка здесь не активна в этой игре практически. Ладно, пойдем пошлепаем по следам босоногой девочки. А следы тут заканчиваются, если че. А, не, вон. Следы продолжаются. Пойдемте посмотрим, кто-то с нами в мячик хочет поиграть. Какой-нибудь маленький демоненок, например, да? Интересно, вот здесь мир призраков предоставлен каким образом? Здесь будут призраки или это все будет ад, рай и всякое такое? Вот просто по приколу глянуть. Опа! Что это? Т плюс К, 1968 год. Мы сейчас находимся в начале, в середине 90-х. Довольно старая надпись. 68-й. Оп. Погодите, там же что-то есть на дереве, я хочу это посмотреть. Вы же мне что-то обозначили, почему я не могу на это нажать? Камеру мне поверните, почему я по земле ползу. Сделайте ее чуть повыше. Так, а мне, не вот сюда что-ли? Тут есть развилка, я не пойму. Давайте сходим глянем. А, тут и развилки как такого нету. Ладно, все, понял. Это просто полянка, по которой можно побегать. И сюда тоже не особо сходишь. Круто. А, это рука детская на дереве. Тут следы, а там следы от рук. Попробуй войти здесь. Может быть, мой дорогой. А, кстати, следы сюда ведут. Она там пробежала, но нашей героине, так скажем, не получится сделать так же, как призрак. Что, в принципе, логично. Ноги-то коротенькие. Так. А тут что? Что за знак на стене? Ну, поверните камеру, я хочу посмотреть, что там. Блин, это... Ладно. Постараюсь поменьше ныть. Просто реально, хочешь походить, поисследовать, а игра такая, ну, как бы, да, мы тут что-то нарисовали, но посмотреть ты это не сможешь. Это вход. Давайте без заставок, погодите, ребят. Давайте по-человечески. Так, хорошо. Беги. В общем, все это просто бесполезная территория. Не напихали здесь, не пасхалок, не секреток. А, вот. Внимание, реновация приостановлена в связи с планируемыми археологическими раскопками на месте обнаружения АС-танков. Да, я еще не раз нажму на эскейпе, об этом уже говорил в прошлой серии. Напомню, и в этой, почему бы нет. Узкие пространства, куда же без них. Что здесь произошло? Давай, протискивайся. Поцарапай себе спину. Ну, или куртку порви на выбор. Смотри, действия на выбор тебе. Че, колбасит? Колбасит. Что, если бы не хотела рассказать мне историю, то мне не осталось ничего, кроме как выслушать. Титры пропадают просто моментальнейшее. То есть, вот она сказала фразу, и титры моментально пропали. Вы же понимаете, что читать немножечко медленнее, чем говорить. Так, вот, на минуточку. Я понимаю, что у меня два глаза, но следить двумя глазами за двумя экранами немножечко неудобно, что ли. Ага, это я могу забраться. Вы обе туда дальше пройти не можете. Я понял, хорошо. А, в этой реальности подбирать на эту кнопку. Новое знакомство, фотография. Девять и на три. А, крутить я ее не могу. Я понял. Так, сердечко, мячик, белые волосы. Ну, в этой реальности у нас белые волосы, да. Сердечко, это, видимо, значит, что дружелюбный какой-то призрак. И мячик, то, что она хочет с нами поиграть. Может быть. Ну, то есть, видите, в этой реальности у нее белые волосы и белое шматье на руке. Я не знаю, почему. Однорукий бандит. Вот. И поэтому, я так полагаю, что это ее изображение. К этой штуке мы тоже сейчас обязательно подойдем. Давай, беги. Хорошо. Как бы, я понимаю... Нет, не понимаю. Я хотел сказать, я понимаю, почему у нас идет такая фиксация камеры, из-за того, что у нас геймплей происходит за два персонажа. Но вот сейчас мы смотрим за персонажем от третьего лица. Почему вы не могли сделать камеру по-человечески от третьего лица? Вот как сейчас, например. Все равно получился бы сплит-скрин хороший, все было бы нормально. Это место было много лет, и оно прописывалось чужой болью. Неудивительно. Ищи лет накапливают свой отпечаток. И взымают... Даже в кромешной тьме можно мерстать луч света. Одинокий, хрупкий, ждущий того, кто не нуждается. Можем пройти здесь. Ха! Вот так нужно для зажимания... Я понял. Обе кнопки мыши зажимаешь, и они обе идут. Я так понимаю, что если нажал бы только одну кнопку, пошла бы только одна. А это... Ладно, вот это интересная механика. Ничего не скажу. Так. Битого энергии, я думал, от кого она осталась. Солдат умер, что с именем любимый на устах. Ой, блин. А может, радоваться, что для него все наконец закончилось? Это что я сейчас делаю? Что за бесконечный цикл? Смотрите, тут... С правой стороны... Столько этих душ, которые стоят. Это я сейчас... Сейчас что делаю? Я восстанавливаюсь, я сохраняюсь. Эта штука кажется бесконечной. Ладно, будем знать, что оно здесь есть. Просто... А-а-а... Не... Я подумал, что... Я подумал, что они сделали такую интересную фишку, что нажимаешь правая кнопка, идет правая часть, а левая кнопка, левая часть. Нет, достаточно нажать только на одну кнопку. Или на правую, или на левую. И срабатывает автоматически все. Причем даже держать не надо. Я немножко разочарован. То есть, фишка с двумя кнопками. Одна для управления здесь, одна для управления там. В любом случае... Мне она могла пригодиться. Энергия всегда энергия. Так, а у нас не появилось никакого индикатора. Ты там что-то взяла, не взяла, раз сработала, не сработала. Я что-то так и не понял, что там произошло. Нажмите и удерживайте Space, чтобы накопить заряд для духовного взрыва. Отпустите, чтобы применить духовный взрыв. Это оружие? Как и все остальное в этом месте. Хорошо, 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 погодите. Это мне нужно здесь сфокусироваться или... Это немало проблем, но иногда были полезны. То есть, здесь я накопил энергию и взломал щиток. Запитал его или уж не знаю, что сделал. А здесь у нас эта штука ожила, я так понимаю, да? Ладно, нужно будет понимать еще, как это все творится. В правой части у нас была какая-то энергетическая преграда, потому что в левой была преграда физическая. Все, меня объединят. Отлично. Ну что ж, это довольно интересный опыт. Я существовала сразу в двух мирах, но ни в одну из них у меня не был настоящей жизни. Мне это чуточку напоминает Dishonored и машину времени, которая там была у Corvo. Если вы помните, вы можете посмотреть в прохождении. Но там все это было... Механика была абсолютно другая. Мы могли перемещаться из прошлого в будущее и заглядывать с помощью этой машины. Но здесь мы существуем в двух мирах одновременно. Это довольно интересно. Я очень надеюсь, что все это будет правильно реализовано. Fire hazard. Как не опасно. Да, собака! Ну сделайте же на Escape выход, что вы делаете, то твари. Хорошо. Огни опасно. А, следы, кстати, продолжают везти сюда. Это же мои... Это мои следы? Нет. Мои следы остаются... Все, я понял. Просто ни на секундочку показалось, когда она наступала на эти следы, показалось, что... Ладно, вы поняли. Значит, для духовного взрыва мне нужна энергия. Надо было, наверное, пойти и зарядиться второй раз. Что с тобой случилось? М-м-м... Оно мертво, если что. И все, я с этим больше ничего сделать не могу. Классно. Все взаимодействие с предметом. Ну... Я не знаю. А... Ну, то есть, предмет это неодушевленное. Мертвое животное у нас может являться предметом? Чучело-таксидермиста является предметом, хотя, по сути, является мертвым животным. Хороший вопрос для размышления. Насколько... В какой момент мертвое перестает быть живым и становится предметом? Сразу же или по истечении некоторого времени? Пишите, что считаете... Как считаете? Мне сейчас стало бы интересно. Раз уж мы в мертвичинную игру такую играем, Нам тут придется по трупешникам покопаться, я так еще понимаю. Олень мне, кстати, не до... О, а нам... Куда следы ведут? Я не хочу пойти по правильной дорожке. Я тут следов не вижу, хотя, мне кажется, я иду правильно. Сейчас посмотрим. Я бы вернулся. Давайте я быстренько сбегаю и вернусь. Там был второй проход. Ах, блин, до чертова камера. Ты только бежишь в одном направлении, камера меняется. Опа, у тебя персонаж резко разворачивается, И ты уже не туда бежишь. У тебя уже все хорошо в жизни. И тут следов нету. Это мне просто два обхода на выбор предлагают, Или как-то все происходит. Кстати, вот тут... Я ничего не пропускаю случайно. Ну, тут какая-то фиговинка. Давайте подойдем. Хорошо, хоть с ней здесь есть. Что это такое? Ну, чья-то могила. Тут с могилами я вообще смотрю нормально. И... Все? 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 Ответвление от основной дороги. Его для чего-то прорисовывали, Его для чего-то делали. Приходишь сюда, И здесь могила такой... Ой, интересно. Это... Это какой-то предмет для взаимодействия. Нам тут что-то интересное расскажут, Нам тут что-то интересное покажут. Фиг. Она подойдет, скажет... О, что это такое? И все. И на этом вся история заканчивается. Серьезно? Ребят, ну, то есть, Это начинает утомлять отсутствие Хоть какой-либо информации, Хоть какого-либо чего-либо. Зачем я сюда пришел? Смотрите. Внимание игрока нужно вознаграждать Каким-то образом. Ты нашел какую-то... Не поленился, полазил. Обшарил углы. Нашел какую-то интересную тропку, Которую сделали разрабы. Вознаградите чем-нибудь. Дайте какую-нибудь информацию, Лор, историю. Ладно, тут нету пока что шмоток, предметов, Как я понимаю. Ну, хотя, не знаю. Он у нас на инвентаре есть. Дайте что-то интересное. Как бы, Толку того, что я сейчас пошел, Нашел секрет. Я просто перестану их искать со временем. Потому что, мне кажется, Так и случится. Нива. Нива. О, опять колбасит. Ого. 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 Вот это... Так. Он сказал, что свет еще... Что-то такое, Нива. Ну, это санаторий. Тут люди лечились, люди умирали. Аура этого места. Ну, понятно. Я сталкивалась подобным, но здесь она была невероятной. Это было целое кладбище воспоминаний, эмоций и не самых приятных. Это санаторий. Карл, чего ты ожидала? Санаторий, больницы, они не могут быть приятными и простенькими вещами. Сюда люди обычно приезжают с болезнями. Часто со смертельными болезнями. Часто люди приезжают сюда умирать, потому что тут... Ну, не то, что благоприятные условия, а в них могут поддержать жизнь еще какое-то время. Хотя, опять же, санатории бывают разные. Ребят, кто в каких санаториях был, пишите. Я вот лично помню, когда был в карпатских санаториях. Ну, с этими санаториями у меня связаны исключительно хорошие впечатления, мысли. Спасибо, игра. То есть мы сделаем огромнейшую открытую территорию, дадим тебе по ней побегать, но ничего туда не положим. Ты будешь бегать просто так. Серьезно. Еще 2-3 раза я вот так вот понычусь, пообыщу все. Если я ничего интересного для себя не найду, я просто прекращу это делать. Я буду идти просто тупо к точке задания и все. Потому что раз уж разработчики такие, ну, нам это не надо. Так, ребят, мне это тем более не надо. Я что-то чувствую. Давай посмотрим. Вот, например, интересно. Ну, она попрыгала. Окей, удачи. Хорошо. Девочка. Понятно, что девочка. Понятно, что любит играть. Приглашал тебя в мячик поиграть. Приглашает тебя в это поиграть. Прыгать ты мы не можем? Не можем. Прыжка у нас нету. Прыжок это у нас выброс ауры. Ну, то есть, ее комментарии, когда не надо, она триндит очень долго. Когда мы находим какую-то вещь, нашли какую-то могилу, что это такое? Подошли к ласке. Это интересно. Давай-то как-то будешь свои мысли, что ли, выражать девушку. То есть, если бы мы не... О! Если бы мы не нашли эти классики, ничего бы не изменилось. Давайте поищем... Я могу еще и вот так вот бегать. Давайте поищем следы. Следы, кстати, туда вообще никакие не ведут. Следы ведут тупо прямо. Круто. То есть, как там на классиках оказались следы... А, кто его знает? Давайте тут посмотрим. Ну, тут какие-то шмотки. Давайте тут что-то будет интересное. Какую-то картинку старую найдем, да? Где будут фото работников санатория, какая-то часть прикроватной тумбочки, на которой будут надписи. Тут же явно куча крутого хлама. Ну, вы че? Блин. Что это за бутылка? Кто-то пил тут минералку. Что здесь происходит? Здесь стоят вещи, но они абсолютно... Не дают никакого... Вот. Ну, хоть что-то, наконец-то. Ну-ка. Про... Широкие горизонты. Давайте почитаем. Новые горизонты. Вообще-то широкие. Ну, ладно. Программа «Энергия Буран». Новый советский космический корабль готовится к взлету. Портативные спутниковые телефоны. Будущее коммуникации. Окончательная победа над Оспой. Главное медицинское достижение нашего века. «Земля-2». Журнальчик. Вот. Второй... 93-й год. Ну, журнальчик. С одной стороны лежит здесь уже довольно давно. С другой стороны он не прогнил насквозь. Поэтому у нас сейчас где-то год 95-й. Нет, может быть, 4-й, 5-й. Что-то такое же, говорю, середина 90-х. Буран, кстати, никуда так и не полетел. В ведро старое. Серьезно. Сколько раз его пилотировали по... Ну, в принципе, он летал два раза. В космос он так и не слетал. Я его, кстати, видел. Когда, году в 2005-м, когда мы ездили в отпуск, то я видел Буран. Тогда он стоял в парке Горького. Привет, старина. Что такое красавица сделает на этой свалке? Мы точно такой же Фиат видели на дороге. Но у тебя он не вызвал никаких эмоций. В чем проблема? Нравится красный цвет? Давай заглянем. Подрабатывать спальней. Так. Нива. Ну-ка, ну-ка. Любимая. Лето в самом разгаре. Дом отдыха забит до отказа. Сама понимаешь, работа у меня по горлу. Но это хорошая и честная работа. Господин Рекович сказал, что я ценный сотрудник. Представляешь? В этот раз я не подведу. Обещаю тебе. То есть мы еще одну открыточку от Фу увидели. Ну вот так этот санаторий когда-то выглядел. Это выглядит очень похоже на санаторий. Они обычно так и выглядят. Надеюсь, ты не смеешься, если я... Не смеешься, если я... Мне стало сейчас интересно посмотреть, реально ли у них так открываются капоты. Это интересно. О-о-о! Отвертка. Колесико. Вот это мне, пожалуй, пригодится. Согласен. Согласен. Отверточка. Простенькая, пластиковая, старенькая. Видно, что еще тех времен. Ау! Черт! Что за черт? Эээ. Это меня так поприветствовал. Ну, тут же пока что некому за мной охотиться. Кстати, тут бабочка нарисована, и следы ведут к машине, если что. А это интересно. Так, давайте... Тут никого. Понятно. Ну, кто-то тут был. А! Смотрите. При... При детальном рассмотрении у нас наклакс. Ага! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Ясно. Это не машина нам посигналила. Видите, рука на клаксоне. Это... Когда мы подобрали отвертку, нас поприветствовал призрак. Подбежала девочка, и такая по клаксончику. Пам-пам! Вот. Вот это интересно. Вот это было классное интерактивное место. То есть, я бы хотел побольше таких, пожалуйста. Заверните два. Ну-ка, пойдемте, почитаем, что тут говорят. Тут же можно почитать? Да, можно. Хорошо. Итак. Дом отдыха Нива. Открытие. Лето 69-го года. Первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Владислав Гомулка. Если что, это же не Владислав, это Владислав, это Польша. Посетил Краков и принял участие в церемонии открытия дома отдыха Нива. Нового государственного центра. Теперь рабочие малопольского воеводства смогут вместе с семьей провести отпуск на лоне природы. Главные здания и коттеджи оформлены с простотой и минимализмом, свойствами духу и философии социализма. Руководство благодарит господина Рековича, главного архитектора, будущего администратора и активного партийного деятеля, без которого строительство Нивы было бы невозможным. 25-летие со дня основания Польской Народной Республики. 25-летие. Ну, по сути, да, там же во время войны шел передел Польши, то-то-сё-то, поэтому в том составе, как они есть. Да, 25-летие, согласен. Это вот здесь написано, 25-летие. Да, не это, это. Хорошо. Это у нас основной вход. Основной вход подождёт. Я думаю, мы пойдём сейчас ещё глянем вот сюда. Интересно, для чего нам понадобится отверточка. Бегай-бегай, не пыхти. О, там телефон, пойдёмте, позвоним. Или даже позвоним. Войдите в гостиницу. Алло. Я на месте. Нет, 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 нет. Поверьте, вы не зря меня сюда отправили. Да, это просто дело времени. Я здесь. Нет, это definitivamente что-то. Поверьте, мы сделали правильный поль, что-то. Да, это просто дело времени. Даже предметы здесь были ауры. Когда я касалась их, я могла ощутить их в прошлое. Слова, образы, отголоски, эмоции. Ну вот, мы созвонились. Всё хорошо. Давайте ещё вот сюда вот зайдём. Тут, наверное, ничего, но на всякий случай. Пойдёмте внутрь. Сейчас вот здесь нам понадобится отвертка, да, чтобы вскрыть какую-то фигню. Было бы неплохо, кстати. Бегай, бегай. Бегай, говорю. Уже такая запыхалась, но мне как бы пофиг на это. Камеру поверните, пожалуйста, я не вижу ни чертища. Да, блин, ракурсы просто божественные. 10 из 10. Кстати, бабочка это у нас, я так понимаю, символ того, что тут может быть что-то полезное или что-то, что нам нужно. Кажется, там есть разбитая окна. Вот только как до него добраться. Если бы только я могла reach it. Угу, понял. Давайте смотреть. Бабочка была возле машины, бабочка есть здесь, поэтому... Серьёзно? А, это, возможно, подсказка, что одно к другому. Отвертку я просрал там, да? Хорошо. Есть кто-нибудь? Кто-то... Кто-то... Да-да, подёргай. Заперто. Ну, конечно, надо искать другой путь. Мы его уже открыли, спасибо. То есть, да. Если бы я не нашёл отвертку, то мне пришлось бы... Или отвертка, получается, была здесь обязательной. Или же мне пришлось бы... Ну-ка, лестницу я могу найти? Мне просто сейчас интересно. Вряд ли. Там вот... Хотя, вон, смотрите, там есть мусорный контейнер. Ну-ка, если туда чухануть, у меня, может, камера поменяется как-то? А, сейчас. Туда чухануть. Я, возможно, смог бы пробраться вокруг. Смотрите, тут есть стрелочка. Давайте тупо... Я знаю, мы сейчас туда зайдём. Я хочу посмотреть, был ли у меня путь... А, это стрелочка к машине. Всё, я понял. Типа, иди к машине, возьми отвертку, потом вернись. Поэтому машина стояла недалеко относительно. Это была обязательная фишка, наверное. Просто она мне сказала про разбитое окно. Вон там стоит контейнер с мусором. Там есть лестница, ещё что-то. И у меня было такое ощущение, что, возможно, я смогу... Что, возможно, здесь есть вариативность уж. Да, нет, нету. Ладно. Что ж, великое ограбление Бака 1999... О, мы не в середине 90-х, мы в конце 90-х. 99-й год. А почему тогда новости были про... Да, погодите, может, это были не новости про падение Берлинской стены. Может, это была просто заметка в журнале, и журнал мог быть старым. Значит, мы в 99-м году. Хорошо. Значит, здесь мы сейчас ищем лестницу. А с помощью лестницы мы лезем в то окошко. Ага, нам не лестница нужна, нам нужно бак вытащить. Угу, всё, я понял. Не в том направлении мысли, понимаете ли. Реактивности тут никакой нету, здесь просто многоходовочка. Держать крышку тоже нету. И вот ты начинаешь меня доставать. Надеюсь, это будет не зря. Там крышки пластиковые, ты на неё наступишь и провалишься. Ну ладно, пофиг. Я тебя предупредил. Уже второй раз ты куда-то забираешься, не думая о том, как ты будешь выбираться. Подумай, надо ли оно тебе. Там и Карус? Надо будет сейчас пойти глянуть. Прыгай, прыгай, всё равно тебе сюда. Давай. Хопа. Супергеройское приземление. Ладно. Есть. Мы вошли в гостиницу. Сохранение у нас тоже прошло. Поищите Томаса. Томас будет ждать нас в следующей серии, ребятушки. Потому что сегодня у нас уже всё. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok